Всем привет, мои хорошие! Второй день в деревне, начинаю новый влог. На улице у нас здесь туман, раннее утро, 7 часов. Просто я вынуждена была встать настолько рано, потому что мы с мамой спим в одной комнате, в комнате, в которой есть печка, и пока она её топила, я проснулась. Но не только из-за этого я проснулась. Дело в том, что нам надо съездить в город. Есть кое-какие вопросы, которые нужно решить. Сейчас поедем мы с соседом, потому что мы не знаем, где это находится. На моей машинке, кстати, поедем. И вчера мой влог немножко так резко оборвался. Возможно, я не хотела это показывать, но, если честно, у меня вчера немножко испортилось настроение. Ну, как немножко. Испортилось, конечно, настроение. Штраф это да ладно, но из-за баллов я на самом деле очень расстроилась. Мне позвонил брат, я немножко не разбиралась в этом во всём. Оказывается, есть возможность набрать 10 баллов. Если ты набираешь десятку, то ты лишаешься прав на полгода. Прикиньте, я даже не знала об этом. Штраф и бог с ним. Но вот баллы меня немножко напрягают на самом деле. Я не буду, естественно, гонять и не собираюсь добирать ещё 8 баллов, которые остались. Но всё равно побаиваюсь. Мало ли, что я могу ещё наделать в течение, не знаю, года. Это в течение года можно набрать 10 баллов. И вот если ты их набираешь, то ты лишаешься прав. Вот такая, в общем, схема. Штраф и бог с ним. Я просто превысила скорость на 40 км в час. То есть это как бы считается такое грубое нарушение. Хотя я этого абсолютно не почувствовала. Я ехала, как и все. Но были моменты, где, например, перед нами едет КамАЗ с кирпичами. Например, с кубиками. Инстинкт самосохранения после фильма. Пункт назначения. Хотелось его обогнать и легко его обгоняла. Такие места были. И, наверное, это было в тех местах, где очень низкая скорость должна быть. Например, 60, а я ехала под 100. И вот поэтому так получилось. Обидненько, конечно. Вчера немножко расстроилась. Но мама говорит, не расстраивайся. Первые штрафы, ничего страшного. Я поставила в Инстаграм. Там фотографии. Отправляют прям фотки. Как ты там вышел? У меня просто есть аппликейшн на телефоне. И все мне писали подписчики. Поздравляем с первым штрафом. Не расстраивайся. Классно. За эту фотосессию стоит платить. Вот сейчас пересматривала кусочек, который насняла. И я такая страшная. Вот я не знаю, почему. Именно в деревне, вот в логе. Я их, когда пересматриваю, мне так стыдно. Я думаю, господи, как я выгляжу. Так вот, ребят. Это всего лишь камера. Это воздействие деревни. На самом деле, я очень даже симпатичная. Я вчера так угарно заезжала. Ужас, конечно. И еще мы вчера не подмели. Сегодня еще дождик был. Очень холодно, честно. На улице очень холодно. Ну что, дубль два. Теперь выезжаем из двора. Мы уже вернулись. Я хотела взять вас с собой. Но, к сожалению, забыла камеру дома. Немножко поснимала истории. В общем, зачем мы ездили. Нужно сделать надгробную плиту для бабушки. И фотография была в деревне. Я предлагала маме просто отправить по WhatsApp фотографию. Не заморачиваться. Не приезжать сюда. Но мама сказала, что нет. Именно нужна такая фотография. А сейчас оказалось, кстати, что можно было просто по WhatsApp отправить фотографию. Я, если честно, думала, что это как-то вручную выгравировывается. Вот эта фотография, которая над гробной плитой. А оказывается, нет. Это все делается на компьютере. Очень легко и просто. Мы заказали все. Сказали, что через месяц где-то будет готово. А туман, кстати, до сих пор не рассеялся. На улице холодно, пасмурно. Но вот этот деревенский вайб я его просто обожаю. Обожаю эти улицы, переулки. Кстати, вот здесь живет мой друг детства. Правда, сейчас он в Баку. Мы должны были с ним вместе приехать в деревню. Но так получилось, что мы с мамой чуток пораньше приехали. Вот он живет здесь по соседству. Мое самое любимое. Погреться у печки. Это просто рай. Кстати, еще по дороге мы затрянули на базар. И купили вот такую губинскую пахлаву. Зачем так много мам взяла? Мы неужели все это сможем съесть? Я хочу еще соседку угостить. А, еще соседку угостить. Ну так-то окей. Эта мама очень любит такую пахлаву. Мы ее готовить не умеем. Но она просто шикарная. Супер сладкая. Еще, кстати, сыр взяли. Нам здесь рай. Да. Рай. Просто рай. Мы пару толстых дровишек сюда накидали и уехали. Приехали. До сих пор здесь был огонь. Ну как же без похвостушек сыр купили. Мам, ты попробовала его? Да, очень вкусный. Очень вкусный. Жирненький такой. Да. Попробуем. Сейчас чай будем пить. Когда мы дома собирались, я думаю, что же я забыла. Вот как будто я чувствовала, что я что-то забыла. И сейчас я понимаю, что я забыла лампу. Чтобы рисовать бумажные сюрпризы, мне нужно освещение. Естественно, это освещение не подходит. Я должна была взять с собой лампу. Я ее забыла. И еще самое главное. Я забыла штатив. Просто не знаю, куда деть камеру. И без штатива я вообще никуда. Так что теперь приходится как-то обходиться без всех этих атрибутов. Так что я забыла. У нас это, мои хорошие, будет завтрак. Утром мне не хотелось кушать, потому что мы встали очень рано. И обед для нас это завтрак. Вот такой. Приятного всем аппетита. Если вы тоже кушаете, смотрите мой влог. Мое самое любимое это подметать двор. Но больше я люблю это делать летом. Помните, в прошлом году летом я для вас снимала влог и тоже подметала. Но тогда еще бабушка была жива. Была другая немножко атмосфера. Сейчас же на улице достаточно холодно. Я вообще деревню зимой не люблю. Я люблю сюда приезжать именно летом. Когда на деревьях уже поспевают фрукты. Совершенно другая атмосфера. Мы еще сюда вернемся через месяц. Как раз прилетит папа. И будет у Роза Байрам. Мы будем поминать бабушку. Несмотря на то, что вроде деревья казалось бы голые. Поверьте мне, через месяц опять во дворе будут листья. Это просто бесконечный какой-то квест. Сколько ни подметаев, все равно во дворе всегда полно листьев. Это все потому, что у нас во дворе очень большое дерево тутовника. Из-за этого постоянно здесь очень много листьев и куча просто муравьев. Я лично тут вообще не люблю. Но домашние любят. Поэтому это дерево у нас во дворе. Все сажают его где-то за огородом. Где-то в полях. Где оно занимает очень мало места. У нас во дворе. И поэтому каждый раз, когда приезжаешь сюда летом, обязательно нужно подметать весь двор. Потому что весь двор всегда в листьях. Из-за этого тутовника. Опять потерялся Твиксик. В трех соснах, как всегда. Надо ему тоже, как и мне, навигатор. Вообще не понимает, где что. Ориентации ноль абсолютно. Недавно видела его в трубе. Вот зачем ему эта труба нужна? Хотела вытащить. Вам в историю тоже засняла. Не получилось его вытащить из трубы. Сейчас ищу. Нигде нету. Но я уже не расстраиваюсь. Найдет дорогу, дурачок. Кстати, вот эти сапожки, когда я покупала, мама говорила, для деревни. Прям самое то. Издевалась надо мной. А вот сейчас я их в деревне ношу. Супер просто. Правда, наверное, они у меня износятся. И уже для города будет не то. Возможно, оставлю их здесь. Носить в таких условиях очень удобно. Вот здесь был Твиксик, прикиньте. Я его отсюда никак не могла вытащить. Помните его? Это шарик. Шлёденький. Это собачка нашей соседки. Очень милый. Мы его постоянно подкармливаем. И он, знаете, такой воспитанный. Так культурно просит, что прям хочется ему отдать абсолютно всё. Так как я дома самая младшая, я иду делиться гостинцами с соседями. Всегда стесняюсь это делать. Но придётся что поделать. Зашла в гости к соседям и увидела машину друга детства. Шикарная просто машина. Она так круто блестит. И даже не скажешь, что 11-го года. Я бы сказала, что она где-то 15-го. Но по кузову, конечно, понятно. У него Hyundai Sonata белая. Мама тоже, кстати, хотела, чтобы моя машина была белая. Но я так посмотрела на свою машину, посмотрела на эту. Каждая машина по-своему красивая. Мне просто хотелось поновее, посвежее. Я не хотела 11-го года, если честно, машину. Но я посмотрев и увидев его машину, я поняла, что она в шикарном просто состоянии. Я, конечно, не могу говорить о каких-то технических параметрах. Я не могу заглянуть вглубь и как-то рассуждать на эти темы. Потому что я сама не особо в этом во всём разбираюсь. Да и вообще, просто вот так, когда ты видишь машину, непонятно. Но, в общем, машина выглядит просто шикарно. Я безумно рада за своего друга детства. Сейчас как раз я ему позвоню и скажу. Знаешь, где я была? Я была рядом с твоей красоткой. Он сейчас не здесь, он в Баку, а машина здесь. Соседка пекла хлеб. Посмотрите, какой мягенький. Огромный просто. И дала нам тоже вот такой хлебушек. Прям горячий. Можно его даже просто вот так кушать. В деревне самое то. Можно ещё с кусочком сыра. Вот так. Высють. Хотите. Вот так. Заехала во двор просто легко, с одного движения, максимально профессионально. Вы знаете, что хорошо? Хорошо смотреть на себя со стороны. Я вот поставила камеру, в прошлом влоге вы видели, какую я ошибку допускала. То есть я когда заезжала, слишком быстро сворачивала. В этот раз я взяла такой кружочек и прям с первого дубля офигенно заехала. Я просто поняла схему. Мне кажется, вот как раз таки в вождении важна не только практика, но и теория. Смотрите, очень много видеоуроков, которые там в ютубчике есть. Вот это я поняла вообще сама. Но по идее в ютубе об этом тоже говорят, что надо брать круг побольше, чтобы успеть перевернуться. Тем более габариты машины большие, поэтому мне братик говорил, что машин надо брать поменьше, чтобы было удобнее. С этой на самом деле гораздо сложнее, потому что я помню, что у инструктора была супер маленькая машинка. С ней было невероятно просто круто и легко. Она везде помещалась, повернуть ее не было никаких проблем. А вот с этой гораздо, кстати, сложнее в этом плане. Она длинная, большая. И надо быть аккуратнее, особенно с попочкой. У меня всегда попочка страдает. А что вы думали, я только жрать умею? Смотрите, как я оттенную из хозяйства. Листья со всего двора собрали. Сейчас будем делать костер. Поджигать все это дело не нужно. Этот запах, запах дыма, напоминает мне весну. Вот так вот листу кидаю. Немного поработали. Теперь самое время полежать. Тем более ночью я почти не спала. Никак не могла уснуть. Все потому, что у меня есть такая привычка. Я когда сплю, перед тем, как заснуть, я обязательно смотрю бьюти-блогеров. Обычно это проект Project Pen или пустые баночки. Всегда, каждый раз перед сном я включаю подобные видео, где нет лица, просто руками они показывают то, что у них закончилось. И я вот под эти слова почему-то всегда засыпаю. Раньше я всегда смотрела одного блогера исключительно. А потом я поняла, что нет, подобный формат видео в любом исполнении меня клонит в сон. У нас еще, кстати, в универе был один преподаватель, Феруз Мялем его звали, когда он читал лекции. Меня прям так клонило в сон. Я вот еще тогда, когда училась в универе, хотела записать, как он рассказывает лекции. Можно на видео или аудио. И просто включать и засыпать. Просто у человека такой голос, он так вот говорит, как будто вводит тебя в транс. И ты прям засыпаешь. Веки тяжелее. У тебя хочется потихоньку закрывать глаза. Я сначала думала, что это связано с тем, что мы учимся в первую смену, и, наверное, я хочу спать. Но потом нас перевели на вторую смену, и мне все равно именно его уроки, именно когда он рассказывал лекции, или как правильно, рассказывал или читал лекции, прям реально мне так хотелось спать. Я спрашиваю свою однокрупницу, она говорит, у меня та же самая тема. Я прям не могу. Это вроде неуважение, что ты вот закрываешь глаза и делаешь вид, что ты слушаешь просто закрытыми глазами. Это, мне кажется, верхнее уважение. Поэтому мы старались с открытыми глазами вот так вот сидеть. Не хватало только спичек вот так вот воткнуть, чтобы глаза не закрывались. И вот то же самое у меня с проектом Project Pen. И вот девчонки показывают пустые баночки, я под это всегда засыпаю. По-другому никак. Вот без телефона я не могу спать. Вчера у меня закончились мегабайты, такой возможности не было. Я просто втыкала в потолок, и до двух часов не могла уснуть, а потом в семь проснулась. Мы просто не знали это место и должны были поехать с нашим соседом, папин друг детства. Он должен был показать это место, но у него время было только утром, и мы поехали, когда удобно ему, понятное дело. У него тоже куча своих дел. Поэтому получилось утром, и я вообще почти сегодня не спала. Сейчас мне, конечно, хочется спать, но я специально спать не буду, потому что ночью потом опять буду втыкать в потолок. Наконец-то на камере полная зарядка. Еще я, кстати, подключилась к соседскому Wi-Fi, так что теперь у меня есть интернет. Я загрузила очень много историй для вас, поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Вот посмотрите, сколько историй я сегодня выложила. Чтобы быть в курсе всех событий в режиме онлайн, обязательно подписывайтесь. Это как мы твиксика спасаем. Очень классные истории получились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!